Мамаева Кургана Мамаева Кургана Мамаева Курган появилась рядом со стадионом Волгоград-Арена. Дерево посадил ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Митков. Я в первую очередь обращаюсь к молодежи. Будьте жизнерадостными. Посадите дерево. Это ваша энергия, ваша память, ваша честь. И не забывайте, герои, 43-го года. Спортсмены, это останется у вас впечатление на всю жизнь. Держите это высоко, как красное знамя победы. Подрастающее поколение услышало эти слова, потому что клёна высаживали и юные волгоградские спортсмены, воспитанники ротора и Динамо. Они остались в восторге от того, что смогли принять участие в патриотическом проекте вместе с легендами отечественного спорта. Газаев, Веретенников, Романцев, Мостовой и другие футболисты помогли увековечить память защитников Сталинграда. Некоторые из них впервые посетили Мамаев курган и остались под большим впечатлением. Здесь, я думаю, лишних слов, наверное, не приходится говорить, потому что все прекрасно знают, какое это место. Я много раз видел по телевизору, я много раз видел в фильмах, особенно в старых фильмах. Другое дело, что сегодня своими глазами всё это увидел. Но я был, если сказать, что я был впечатлён, потому что издалека, когда увидел, я говорю, да не может быть. Но когда мы подошли ближе, я просто был шокирован масштабами. Впереди спортсменов ждал матч, к которому каждый из них отнёсся серьёзно. Это игра в память о том самом матче на руинах 1943 года. Принять участие в ней – большая честь и огромная ответственность. Мы и посетили Мамаев курган, и возложили цветы к могилам. Но дело всё в том, что от этого мероприятия никто из футболистов, у которых даже сложности были с поездкой, даже близко не отказался. Все приехали, все посчитали за высокую честь участвовать в таком важном мероприятии. Ну и у нас ещё двойной, наверное, праздник у футболистов. Сегодня ожидается полный стадион, чего мы уже не видели давным-давно, чего я очень жду и надеюсь, что эти болельщики получат удовольствие от футбола. После участия в акции футболисты отправились отдыхать и готовиться к предстоящей игре. Чтобы перенести спортсменов и болельщиков в 1943-й, со студии Мосфильма привезли ретро-автобусы ЗИС-8. На них «Спартак» и «Динамо» приехали на стадион.